Добрый день! Сегодня мы на неделе высокой моды Volvo Fashion Week. С вами я, Станислава Филатова, специально для журнала «Хит-сезоны» и Ярослава Стасюк. Ярослава, расскажи, как настроение? Весеннее? Замечательное, очень весеннее, да. Ты такая разносторонняя личность. Перечисли все свои увлекательные вещи. Знаете, действительно, я увлекаюсь очень многим. Это и музыка, и танцы, и театральное искусство. Также у меня есть ученики, поэтому я занимаюсь педагогической деятельностью. Собираюсь заниматься серьезным изучением английских и иностранных языков. Поэтому, в общем, постоянное движение. Расскажи, а как ты пришла в музыку? Это был знак, случайность, может, настояние родителей? Вы знаете, я родилась на Алтае. Моя школа музыкальная располагалась прямо рядом с моим домом. И, наверное, не пойти туда было бы просто невозможно. Старшая сестренка, которая старше меня на 5 лет, занималась музыкой. И, в общем-то, музыка постоянно звучала в нашем доме. И, естественно, меня тоже отдали заниматься музыкой. И я думаю, что ничего случайного не бывает, поэтому... А нравится заниматься музыкой? Ты чувствуешь себя на своем месте? Вы знаете, да, музыкой заниматься очень нравится, но это, конечно, тяжелый-тяжелый труд. А сегодня ты в роли модели. Расскажи, а каково это быть моделью? Ой, вы знаете, это очень необычно для меня, но очень интересно. Это действительно еще какой-то новый этап в моей жизни, наверное. Получилось случайно, но, опять-таки, наверное, не случайно, потому что я прошла на Венский бал, и в этом году буду дебютировать в качестве дебютантки на 12-м благотворительном Венском балу в Москве. И пригласили, собственно, от этого мероприятия поучаствовать в показе замечательного модельера Елены Эллендж. И вот мы здесь все. А ты участвуешь во многих конкурсах. Расскажи, а какой был твой первый конкурс? Ты его помнишь? Ой, вы знаете, хороший вопрос. Я была совсем-совсем маленькая, мне было лет шесть. Это был городской конкурс пианистов. Я помню, что он прошел достаточно успешно, но я вот не могу вспомнить, какое это было место, потому что достаточно много было разных и репетиций, и каких-то прогонов и так далее. Уже сложно вспомнить, потому что и после этого была целая череда конкурсов, чуть ли не ежемесячных, поэтому сейчас уже не могу вот так конкретно сказать. Но помню какие-то, знаете, отдельные ощущения, отдельные отрывки, что я чувствовала на сцене или как волновалась и готовилась перед выходом. Для меня это вообще удивительная такая вот подготовка, потому что я всегда очень тщательно продумываю, в чем я буду, и обязательно у меня платок есть. Я протираю клавиатуру, для меня тоже такой некий ритуал. Я настраиваюсь, погружаюсь в этот момент в музыку. Поэтому здорово. А конкурсы — это такая вещь, выступать на публике. А никогда не было страшно перед многими-многими глазами? Все на тебя смотрят. Как боролась со страхом, если он был? Страх был и будет всегда. Очень волнуюсь. Иногда трясутся руки, трясутся ноги, в голове какие-то мысли. Может быть, что-то пойдет не так, забуду текст и так далее. Но все нарабатывается, приходит с опытом, с практикой. Поэтому помогают именно постоянные выступления. Здорово. А какие ближайшие творческие планы про Венский баллон поняли? А где мы еще тебя увидим? Вы знаете, буквально через три недели будет международный конкурс имени Сверидова, где меня пригласили поучаствовать в качестве концертместера, замечательному басу, солисту Станиславского Максиму Асокину и девочке сопрано, термине. И мы будем участвовать в этом конкурсе очень серьезно. Вы знаете, буквально через три недели состоится международный конкурс имени Сверидова. Он будет проходить в Курске. И я там буду выступать с двумя замечательными певцами, басом и сопрано, в качестве концертместера. Это очень ответственно, очень интересная работа нас ждет впереди. Поэтому вот сейчас с трепетом и наслаждением готовлюсь к этому. Здорово. А теперь поговорим о моде. Сегодня ты модель, а сама ты следишь за тенденциями моды, соответствуешь? Или у тебя есть какой-то свой персональный стиль, который идет вразрез всему? Вы знаете, я не знаю, сложно говорить, для меня всегда идеалом была моя мама. Когда она покупала какую-то новую вещь, она всегда ее одевала, выходила к нам в зал. И мы всей семьей смотрели и советовали, давали какие-то советы. Это может быть что-то подобрать, какое-то украшение, или какой-то платок, или какую-то сумку под цвет шарфа и так далее. И вот я пользуюсь именно этими какими-то воспоминаниями, советами. То, что я видела, мне сейчас помогает подбирать свой образ, и каждодневный, повседневный. Еще раз. Да, вы знаете, мне сложно говорить по поводу каких-то прямо тенденций и какого-то своего определенного образа, но для меня эталоном является моя мама. Потому что всегда, когда она покупала новую вещь, она выходила к нам, демонстрировала ее. И мы с семьей, папа, я, старшая сестра, бабушка, мы сидели и советовали, что лучше подходит под тот или иной наряд. Может быть, вот эту сумочку подобрать, или убрать украшение, или наоборот, что-то добавить и скорректировать. Это был такой творческий процесс, очень интересный. Сейчас эти советы, какие-то рекомендации, то, что я слышала, мне помогают тоже создавать свой повседневный образ, и какие-то выходы на особенные мероприятия. Здорово. Скажи, а по-твоему есть предел совершенства? Нет. Мне кажется, что в этом и прелесть совершенства, что оно недосягаемое. Ты всегда к нему стремишься и кажется, что вот-вот, может быть, это где-то рядом, но это такое неуловимое и такое недосягаемое, что, знаете, мне кажется, что удовольствие получаешь именно от самого процесса. От самого процесса приближения к некому, которого невозможно достичь. Здорово. Расскажи, а у тебя есть мечта? Вы знаете, да, мечта, конечно же, есть, но на то они и мечты, что должны оставаться в тайне, храниться, и никому нельзя об этом рассказывать. Мне кажется, что это будет правильно. А ты считаешь себя счастливым человеком? Вы знаете, да, я считаю себя очень счастливым человеком. Я родилась в замечательной семье, и качество, привитые моей бабушкой, прежде всего, считаю, главное качество, я думаю, трудолюбие. Оно мне помогает сейчас очень сильно во всех сферах в моей жизни, и я считаю себя очень счастливым человеком, потому что могу реализовываться во многих областях искусства. Это замечательно. А теперь пожелаешь что-нибудь читателям хит-сезона? Дорогие друзья, ну я желаю вам, конечно же, хорошего настроения, веры в себя, в свои собственные силы. Хочется пожелать, чтобы вы никогда не останавливались, всегда двигались вперед, и, конечно же, чтобы у каждого из вас была своя сокровенная мечта, к которой вы шли, и которая обязательно осуществилась. С вами была я специально для журнала хит-сезона, я Станислава Филатова и Ярослава Стасюк. Продолжение следует...